Панические атаки И самое важное И второе самое важное Это чувство страха Которое напряжение в голове В теле, там в груди Ком в горле, ноги ватные Становятся Затрудненное дыхание Чувство жара Или бросание в холод Глубокружение Потение, извините заражение Сретесь и сытесь Вот это происходит от Опьянения тех гормональных выбросов Которые происходят у человека И это опьянение Вызывает Дерилизацию, деперсонализацию Практически так же, как Опьянение от алкоголя Когда человек не понимает, где он и что Вот здесь есть такие параллели Поймите Там при алкоголе Ну там страха такого нету Там наоборот, море по колено Ну а здесь И это происходит на фоне гормонального выброса И вот если какая-то ситуация Разные ситуации Некоторые довольно трагические ситуации Вызвали в душе А точнее в теле В теле живет чувство страха Еще раз повторяю Реакция на страх Это выброс определенных гормонов Я уже говорил про гормонов И у меня много роликов Про эти гормоны И влияние через гипоталамус На работу желез внутренней секреции И вот самое главное В этом нашем теле Возникло мышечное И какое-то эмоциональное напряжение Вот откуда нужно начинать нашу психологическую работу Прежде всего с тела И вот это мышечное напряжение Возникает в воротниковой зоне Вот голова как бы вжимается в плечи Вот она головокружение, дирализация В районе диафрагмы Замерло дыхание В мышцах вокруг глаз Такие остекренелые глаза В кистях рук Дрожание Такое сердцебиение Тремл в теле И вот эта реакция страха Бывает повторяется часто Иногда довольно длительно Продолжение До нескольких даже часов И вот это повторение В каждый день Какие-то годы Превращает вот это мышечное напряжение Которое говорил глаз Диафрагмы В воротниковой зоне Оно превращается В хранилище нашего страха Ильгельм Райх Еще в начале 20 века Говорил мышечный панцирь Внимание И вот у нас формируется Память в теле Мышечного панциря Формируется память в теле Ну как привычка Все время ходить Кособокин Или привычка Ноги Мышаркать И вот Это формируется В теле Дает ощущение Тревожности И острое Вот это Панический страх Иногда вроде даже Причины нет Но страх Это живет В нашем теле Он уже Как бы накопился За эти годы И вот важно Начинать Работать с этим Мышечным панциром Работая Методикой Телесной терапии Ильгельм Райх Даже бамбуковыми Палочками Снимал Эту телесную терапию Ну у меня Не розги Есть некоторые Психологи розги В гроб Я не кладу Есть другие методики Работы с телесной терапией Но важно Вот Снимать Это мышечный панцирь Который вроде бы Обстоятельства нормальные И нету никаких Внешних поводов На возникновение Страха Или тревоги А тело От тела Вот Помнит Этот страх Вот почему я Уделяю много времени Релаксу Дыханию Трансу Особенно невербальному Языку Тела И для этого Много у меня Разных упражнений Которые вы должны Не только знать А выполнять И получить так Прям Навык Что все время Вы можете Обратиться К этим Телесным Упражнениям Вот Важно знать И в этом ролике Я особо подчеркиваю Что страх Записывается В наше Тело Страх Страх Живет Не в душе Страх Живет В нашем Теле В зажимах Нашего тела А в душе В мыслях Живут мысли О страхе Живут Убеждения Ложные И мы с ними Тоже будем Работать То есть Комплексная Работа Я сейчас В этом ролике Говорю И хочу Уделить Больше Внимания На телесную Психотерапию Потому что Телесная Психотерапия Она разрушает Мышечный Панцирь Тот Страх Который Живет В нас Вот на биологическом Животном Уровне Но повторяю На то есть Причины И работа С нашими Мыслями Подсознаниями Но это в другом ролике Поэтому подписывайтесь На мой канал Обращайтесь Ко мне По скайпу Это вам нужно Вам Чтобы Изменить Качество жизни К лучшему Вот у меня Качество жизни Нормальное А у меня Дружио Сколько Так что Друзья мои Работаем А вы сейчас Приезжайте В Сочи Мы За неделю Разрушим Этот мышечный Панцирь Конечно Работа С мыслями Работа С убеждениями Это более Продолжительный Такой Трудоемкий И последовательный Труд Но Давайте Разобьем Мышечный Панцирь Ради Вильгельма Райха Который С ним Боролся